Валерий Седов Отмучился? В многострадальном доме на проезде Грибоедова теперь случился еще и пожар. Несекретный фарватер, сотрудники ГИМС продолжают речные рейды. ВИ из Гродно, потусторонняя реальность классики Гоголя на сцене кукольного театра. Валерий Седов Эпичный горел, казалось бы, никому не нужен и заброшенный дом на проезде Грибоедова. Кадры пожара уже есть в сети. И это тот самый дом, который в феврале, после обрушения части стены, был признан аварийным и непригодным для проживания. Жители тогда, как известно, переселили в маневренный фонд. А само здание отключили от всех коммуникаций и электричество, и в последнее время оно пустовало. В ночь пожара погода была явно не знойная. Что-то могло так гореть, специалисты, конечно, выясняют. Но пока они выясняют, местным жителям, в общем-то, все ясно. Версия одна, и это не само возгорание. Вот не могу я так прикоснуть. А если бы сюда ветер, то они бы, наверное, полопались. Хорошо, ветра-то не было еще. Этот дом, напомню, несколько лет назад городские власти отказались признавать аварийным и даже провели на нем капитальный ремонт кровли в 2020-м. Здесь еще видны остатки новенького водостока. Работы, кстати, проводили, несмотря на жалобы жильцов на то, что крошится потолок. А потом произошло обрушение кладки. Но и тогда дому не сразу присвоили статус аварийный. А вот теперь, похоже, сносить его все-таки придется. После пожара, который произошел очень уж как-то вовремя. Сотрудники ГИМС продолжают речные рейды даже в осенний период. На самом деле их проводят не только летом, а вплоть до закрытия навигации для маломерных судов. Нарушителей без регистрации и прав ждут солидные штрафы. Осень для инспекторов ГИМС – время особое. На пляжах народа практически нет, зато все активнее ведут себя водители маломерных судов. И не всегда правильно. За этот год выписано порядка 180 штрафов почти на миллион рублей. Штрафуют чаще всего за отсутствие регистрации маломерного судна или ТО. Такая халатность будет стоить от 5 до 20 тысяч рублей. Кстати, останавливают и любители гидроциклов. Этот транспорт также подлежит обязательной регистрации и должен регулярно проходить техническую проверку. Находясь на гидроцикле, так же как и на маломерном судне, ну сейчас мы будем говорить о гидроцикле, все пассажиры должны быть одеты в спасательные жилеты. Что касается маломерных судов, то спасательные жилеты должны быть одеты только в том случае, если судно длиной до 4 метров. С выше 4 метров, соответственно, спасательные жилеты должны лежать на судне по количеству людей на борту. По словам инспекторов, происшествий, связанных с моторными лодками, стало меньше. Чего не скажешь о гидроциклах. Здесь количество нарушений с каждым годом только растет. Как и число любителей окунуться в уже остывшие водоемы. С моржами инспекторы ГИМС проводят профилактические беседы. Так же, как и с теми, кто сочетает рыбалку с алкоголем. Вода есть вода, особенно в осенний период. Рыбаки же осенью, рыбаков больше на воде становится, потому что рыбы становятся больше, вода чище, холоднее. И, соответственно, вот эти происшествия, как правило, очень трагично могут закончиться. Потому что переохлаждение человека, когда он находится в воде, тем более еще и в одежде, на реке с сильным течением плачевно заканчивается. Алкоголь – главный враг отдыхающих на воде. По статистике, 70% утонувших употребляли горячительные напитки. За этот год на территории Рязанской области на водоемах погибло 11 человек. Причем состояние алкогольного опьянения среди причин трагедий далеко не на последнем месте. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В Рязани завершено расследование уголовного дела о коррупционных преступлениях, совершенных организованной группой преподавателей одного из СУЗов. Суммарно они набрали аж 28 эпизодов. Подробности – далее. И это кадры прошлогодние. На них бойцы Росгвардии проводят задержание преподавателя одного из городских колледжей. Пусть название и не разглашают в интересах следствия, но в СМИ пишут, что речь идет именно о колледже правосудия. А причина задержания для учебной сферы в чем-то даже банальная. Торговля дипломами, говорят следователи. Да и не просто дипломами. Здесь же и зачеты, и экзамены. В общем, можешь в колледж не ходить, а в конверте заносить. И будет тебе диплом на любой вкус, а главное – цвет. Следствием установлено, что в период с ноября 2019 года по декабрь 2021 года директор колледжа и один из преподавателей, создавший и возглавивший организованную группу, лично либо через посредников получили в качестве коммерческого подкупа более полутора миллионов рублей от 26 жителей Рязанской, Московской областей и других регионов России за выдачем дипломов об окончании образовательного учреждения без фактического обучения, либо выставлении промежуточных оценок за экзамены, зачеты, прохождение практик без процедуры их сдачи. А чтобы не вычислили окружающие, таких студентов якобы переводили на дистанционку, добавляют следователи. Мол, и от глаз скрыто, и понятно, почему студентов на занятиях нет. По ходатайству следователя на имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 12,5 миллионов рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В следственном управлении добавили, что ответ держать придется и тем, кто брал, и тем, кто давал. Большая часть из последних добровольно сообщили о преступлении и расследованию помогали. А вот в отношении оставшихся двоих уголовные дела выделены в отдельное производство, а фигуранты объявлены в розыск. Партнер программы «День города» и «Край и рыба Камчатская». Выставка продажа теперь работает у торгового центра «Премьер». В течение месяца во всех учреждениях в СИН проходят мероприятия в память о погибших сотрудниках. Так в Рязани почтили память Александра Морозова, который трагически погиб в далеком 99-м. Обо всех мероприятиях вахты памяти далее в сюжете. Орден мужества в квартире Морозовых лежит рядом с фотографией сына. Мать редко берет его в руки, только когда гости приходят. Чаще листает альбом. Там их сын Александр совсем еще мальчишка, хотя на последних фотографиях ему уже 24 года. В ночь с 8 на 9 число, ну вечером, сотрудники дежурной службы пошли на обход в количестве двух человек. Вот Морозов Александр Михайлович и Чернов. Они делали обход и зашли в столовую. Тогда впереди шел Александр Михайлович и на него сразу напали. Единственный удар стал смертельным. Однако Александр успел подать сигнал напарнику об опасности. Второй уже вызвал подмогу по рации. Вместе нападавших и обезоружили. 24-летнего Александра Морозова спасти так и не удалось. Говорят, время лечит. Но жизнь делится на две части. До и после. Большая разница. Это поймет только мать. Сегодня вахта памяти. Сотрудники УФСИН приехали к родителям Александра. В течение всего месяца во всех учреждениях ведомства проходят мероприятия памяти погибших сотрудников. И одним из них стал мини-футбольный турнир. Сегодня проводим уже ставший у нас второй раз уже проводим турнир памяти, посвященный старшему сержанту внутренней службы Морозову, погибшему при исполнении служебных обязанностей в Б2. Футбольные баталии уже традиция. Играют команды ВСИН и ИК. Это очень важный момент для патриотического воспитания молодых сотрудников, которые приходят к нам на службу. Очень важно все это помнить, чтобы не повторять ошибки определенные, чтобы не закрывать глаза на какие-то моменты, которые приводят к таким печальным последствиям. Сам вам начало игры стало понятно, что финальный матч будет упорным. Отдавать, пусть и товарищескую игру, никто не собирался. В итоге со счетом 1-0 победу одержала команда ИК-2. Третье место заняла команда ИК-6, выиграв у команды ИК-5 с разницей в 6 мячей. Выставка продажа икра и рыбы Камчатская снова в Рязани. Вкусная и свежая продукция это уже зарекомендовала себя как, возможно, лучшие морепродукты, которые только можно приобрести. Многие рязанцы уже убедились в этом сами. Чавыча – ценная рыба семейства лососевых. Эта красная рыба вырастает до больших экземпляров, но отличается от других лососевых еще и по внешним признакам. Мясо чавыча очень вкусное и полезное. Не зря у этой рыбы столько прозвищ. Например, русские называют ее рыбой царей. Жители США – королем лососей. В Японии у чавыча прозвище «князь лососей». Все это указывает на ценности, дороговизну рыбы. В нашей стране мясо чавыча могли позволить только очень знатные особы. Мне она понравилась, потому что я пробовала у других эту рыбу. Она вкусная и считаю, что полезная. Что сегодня себе приобрели по вашему вкусу? Я чавычу и белорыбицу. Чавыч, как считает король лососевых, а белорыбицу надо попробовать. Ну, рыбку мы и жарим ее, и так покупаем, и красную икру покупаем. Вот решили белорыбицу попробовать. Продукция нравится и мне, и моим детям. Ну, цены – ничего. Можно себе позволить, когда вкусно. Деликатесы на праздничный стол – это очень здорово. Я брала чавычу, брала белорыбицу, брала икру, брала хижич, брала. Ну, может, забыла, что… Чавычу и в наши дни называют царской. А раньше мясо этой рыбы даже ценилось выше золота. Да и сейчас это деликатес. В России самая вкусная чавыча – это молодая особь, выловленная рыбаками на Камчатке. Я их очень люблю. Чавыча, естественно. У чавычи очень высокие кулинарные качества. В мясе этой рыбы много витаминов и нужных для человеческого организма микроэлементов. Фтор, калий, магний, натрий, хром, кальций, цинк и многое другое. На 100 граммов мяса до 20 граммов протеина. Есть в этом продукте омега-3, тоже очень важный для человека элемент. Мясо чавычи нежирное по сравнению с мясом других лососевых рыб и поэтому легко усваивается. Если постоянно его употреблять, можно поддерживать сосуды в тонусе, снизить риск заболевания тромбозом. Кроме того, улучшится кровообращение. Предупреждаются заболевания нервной системы, укрепляются кости. Поэтому рекомендуется употреблять мясо чавычи в больших количествах. А приобрести свежайшую рыбку можно у торгового центра «Премьер» на выставке продажи икра и рыба «Камчатска» вплоть до 23 сентября включительно. В Рязанском театре «Кукол» завершились гастроли гостей из Гродно. Белорусский коллектив во главе с режиссером Олегом Жукжда уже не первый раз удивляет зрителя своими постановками. В этот раз Гродненский театр привез три спектакля. Самым загадочным и мистическим из них стал классический ужастик Николая Гоголя «Ви. Страшная месть». Квинтэссенция двух мистических произведений Николая Гоголя в авторской обработке Олега Жукжды цепляет своим колоритом с первых секунд. Нуарная сцена, аутентичные костюмы, в происходящем участвуют и люди, и куклы. Причем иногда эти два мира сливаются воедино. У нас еще, скажем так, кроме необычных предметов, которые могут присутствовать на сцене, у нас есть вертеп, по-белорусски это называется батлейка. То есть, собственно говоря, такой маленький театрик, маленькая модель жизни, где все начинает разыгрываться, а потом хама как бы попадает внутрь разыгрываемой истории и благодаря чему сталкивается с неизвестным, с подсознательным ужасом, страхом и так далее, и так далее, и так далее. История Хамы Брута в объятиях режиссерского замысла превращается в настоящую мистерию паранойю, где отличить реальность от фантазии героя практически невозможно. Благодаря умелой актерской игре, образом нечистой силы и звуковым спецэффектам зритель оказывается затянут в мистическую историю, которая держит в напряжении до самого конца. Мне кажется, что тексты Гоголя очень сродни природе искусства играющих кукол, потому что у нас всегда есть живой план и есть оживающий план. Мы работаем с куклами, с предметами, с фактурой. Любая ткань в театре кукол может превратиться в живую материю в прямом смысле этого слова. Также в текстах Гоголя есть реальность реальная, зримая, ощутимая, а есть реальность потусторонняя, не всегда понятно, она действительно существует или она в голове героя. Странствующий философ и богослов, как и в оригинальном произведении, три ночи молятся за душу мертвой ведьмы в попытках совладать с бесовщиной. И кроме иконостаса, свечей, а также веры внутри него самого, помощников у него нет. В этом спектакле присутствует, конечно, и колорит, и элементы, которые нам помогают прочувствовать язык, собственно, Николая Васильевича Гоголя. Он очень тактильный, хотя мы смотрим на картинку, но мы чувствуем, чувствуем прикосновение травы, чувствуем ветер, вот все то, за что мы любим гоголевские тексты. Вот этот полет над Днепром, например, русалки, вечер на хуторе, собственно. Защитой от призрака ведьмы и другой нечисти Хаме Брут услужит круг, нарисованный мелом. И если в оригинальном произведении этот оберег не сработал, то в интерпретации Олега Жукжды надежда зрителя на хэппи-энд все-таки оправдывается. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорывица. Все от производителя. С 18 по 23 сентября. ТЦ Премьер.